На прошлой неделе Днестр в Террасполе поднялся почти на 2 метра, но за 3 дня на полметра упал. Как рассказали в гидрометцентре, сейчас мало что зависит от дождей. Уровень колеблется из-за сбросов на новоднестровской ГЭС в Украине. Главный эксперт по Днестру, эколог Илья Трамбицкий, у себя на фейсбуке написал, внимание, Украина не накапливает достаточно воды для экологических попусков. Это когда наступает нерестовый запрет, и экологические попуски помогают Днестру немного разлиться, чтобы в эти разливы попадала рыба и оставляла там икру. Так ли все серьезно? Запрет, он вводится, когда средняя температура Днестра уже 10 градусов. Это середина апреля, то есть у нас пока еще в запасе целый почти месяц. От Ильи Трамбицкого сегодня комментарии получить мы не смогли, но директор нашего гидрометцентра успокоил. Об экологическом попуске говорить рано. Уровень водохранилища в Украине, как обычно, 119-120 метров. И за месяц украинская ГЭС может дозаполнить водохранилище. Как дальше будут развиваться события, это еще вопрос очень большой. Потому что Украина больше ориентируется и прерогативу дает именно экономике, а не экологии. Для них важнее выработка больше электроэнергии. А что происходит с Днестром ниже Дубосарской ГЭС, то есть это в Тирасполе и здесь, в Бюндерах. На прошлой неделе за 4-5 дней Днестр поднялся сразу на 2 метра, но за последние 3 дня он, наоборот, упал на полметра. То есть еще в воскресенье уровень воды был где-то здесь. И Днестр продолжит падать, если Украина снова не объявит о сбросах воды. Сейчас уровень Днестра больше зависит от людей, а не от дождей. Днестр уже сейчас падает, до этого бы на подъеме был. На прошлой неделе каким был Днестр? Вот где-то здесь вот было. Вот где-то на метра полтора по берегу, два по высоте. Сейчас вот он падает уже буквально с 8 утра до сегодняшнего времени, уже где-то 4 часа, он с сантиметров на 25 упал. Из-за всех вот этих игр уровень будет колебаться, к большому сожалению. Эти колебания довольно у нас большие. С другой стороны, у нас есть и свое водохранилище. Дубосарская ГЭС, она пытается сгладить, и это получается. Но все равно уровень нельзя полностью, знаете, сгладить, как бы это нам хотелось. А еще Дубосарское водохранилище гораздо меньше Днестровского в Украине, и поэтому оно работает в основном в режиме транзита и не может сильно изменить сток. А еще Новоднестровская ГЭС в Украине анонсируют одни сбросы, а по факту сбрасывают совсем другие. Вот на 13 марта обещали сбрасывать 130 кубов в секунду, по итогу сбрасывали 521. И разница может быть в 10 раз. Поэтому самые точные прогнозы по поведению Днестра наши гидрологи делают по тому, сколько воды по факту дошло до Могилева-Подольского в Украине, потом Молдавские сороки, потом Грушка в Каменском районе. До таких рекордов еще очень далеко. А вообще поведение Днестра в ближайшее время будет полностью зависеть от того, сколько воды будет сбрасывать Днестровская ГЭС в Украине. Сильный дождей не обещает, поэтому сильного влияния погода оказать не может. И да, как рассказали в гидромете, половодья в этом году уже не будет. Оно прошло в феврале, кстати, совсем незаметно для нас. А вот поводки еще будут. Владислав Лукаш, Данила Кузьменко, ТСВ.